Привет! Помните мое видео, где я бежал десятку на московском полумарафоне? Отлично! Спасибо за просмотр! Это был корпоративный забег компании Йота. Проект называется Йота бежит и проходит уже второй год. И хочется чего-то новенького. Хочется новенького? Пожалуйста, сказала Йота. И новый спортивный проект получил название Йота заплыв. 125 человек сотрудников компании Йота приезжают со всей России в Санкт-Петербург для того, чтобы в августе 2019 года принять участие в командном заплыве на открытой воде в реке Неве на дистанции 1 километр. Но о том, как прошел этот заплыв, я расскажу вам не сегодня. Сегодня и в одном из следующих видео я расскажу о подготовке участников к данному заплыву. И сегодня тренировка в бассейне. Неплохо так народу в 7.30 утра в бассейне. Ребят, заходим. Делаем 100 метров на ногах, голову опускаем. И потом 100 метров на спине. Привет всем, меня зовут Герман. Я являюсь тренером по плаванию школы Алав Суперспорт. Я мастер спорта по плаванию, участник чемпионата России, чемпионата мира. Сейчас у нас идет первый этап разминки. Мы разминаем ноги, совершенствуем дыхание. То есть делаем глубокие вдохи и выдохи, для того, чтобы наполнить себя кислородом. Давай, до головы спрятала. Вот хорошо, пятки держим. Отлично. Сейчас, ребята, на спине с вами плывем 100 метров. Смотрим наверх и плывем, работаем только ногами. Сейчас у нас проходит первая группа. Новички, которые до этого плавать не умели. Поэтому моя задача сделать так, чтобы они научились правильно держаться на воде, работать руками, ногами. Давай, выпрями ноги, ноги выпрями, выпрями ножки и носочки тяни наверх. Выше, выше носки. Как видишь, уже лучше. Уже лучше. То есть она начинает уже плыть, нежели себя она вытаскивала до этого и старалась дальше. Сейчас она уже по одной линии плывет. У нас рыбы как плавают? У них же плавник мягкий, поэтому у них нет таких резких движений. То же самое и нам стопу не обязательно держать ее вытянутой, если мы вперед носок. У нас должны быть плавные движения, волноотводные такие. Вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, пяточка, вверх носок. Все, доски убрали. Сейчас полной координации с вами 100 метров сделаем, работаем спокойненько 2-2. Это еще у нас разминка. Это значит 2 грибка и вдох. На каждый второй грибок они делают вдох. Спокойненько на правую сторону. Следующее задание, ребят, мы с вами плывем 2 плюс 2. У нас на каждый грибок вдох. Смотрим. Грибок вдох, голову спрятали. И еще раз, то же самое рукой. Грибок, голова остается под водой. Положение головы уже не меняем. Следующий грибок у нас правой рукой вдох, голову спрятали. И этой же рукой делаем опять грибок и голову оставляем под водой. Это называется 2 плюс 2. За ось не заходим. У всех ошибка. Начинаем грибок, руку возвращаем. И за ось вы зашли и начинаем брать воду сбоку. Поэтому всегда руки параллельно друг другу. Как рельсы. 100 метров. На мой взгляд, это уже сложное задание. Я бы, наверное, не сделал. Норма, отдохнули. Давайте вдох-выдох сделаем и следующее упражнение. Давайте, подышали воду. Следующее задание мы с вами будем делать. Также работаем 2-2. Но при этом мы грибок с вами начинаем делать вот таким образом. Мы начинаем кистью искать себя постоянно. Это делается для того, чтобы найти то чувство воды, когда вы своей рукой вот прям почувствуете, нащупаете прям в воде вот ту точку захвата, где вы прям оп и подтянули себя. Через 100 метров вы почувствуете, в каком положении руки вы сделали захват. Вот прям почувствуйте. То есть не старайтесь только по книжке работать, что только по направлению. Грибок и спрятали. Готовы? 100 метров. А такой вопрос можно? Если я вот плавать умею только брасом, я же могу, в принципе, теоретически поучаствовать в мероприятии и это запуск? Конечно, можно. Или мне нужно будет переучиваться на кроль? Нет, не обязательно. Ты можешь всю дистанцию пройти и брасом. Некоторые люди брасом плавают быстрее, чем кролем, либо на спине, или батерфляем. Все, давайте спокойненько 200 метров. Теперь только на руках плывем. Ноги отключили. И также спокойненько работаем. 2-2, вытягиваемся, тянемся вперед. Все, ног нету. Пяточки вместе держим. Ну что, друзья, вот такую амбициозную цель и задачу поставили перед собой не только сотрудники компании Yota, но и руководители с точки зрения организации. И мы посмотрим, что из этого получится в августе этого года. До заплыва остается чуть меньше месяца. Ребята готовятся, стараются, тренируются. И так как это командная история, это очень круто, потому что большая ответственность не подвести команду и других участников. Ну а сейчас тренировка первой группы новичков закончилась. И сразу следом после них пришли более опытные ребята. И они выполняют уже какое-то определенное специальное задание от тренера. Сейчас мы узнаем, какое. Сейчас у нас ребята делают комплекс. Это для них разминка. 400 метров комплексом. Каждым стилем по 100 метров. Первый у нас идет батерпляй. Соответственно, потом на спине брас и вольный стиль. Подготовительные тренировки проходят как в бассейне, так и на открытой воде. В бассейне больше идет уклон на технику, а на открытой воде больше идет подготовка к условиям самого заплыва, привыкание к холодной озерной воде. Ну а тренировку на открытой воде вы увидите в следующем видео. А на сегодня все. Друзья, всем спасибо, что смотрели это видео до конца. Счастливо. До новых встреч. Увидимся. Пока.